Так, ладно, продолжаем. На самом деле, хотел всего лишь зайти в меню паузы из-за того, что надо было прерываться. А тут творится такая лютая хрень. Ну. Окей, будем надеяться, что Джаспер заперся в одной из этих двух комнат. В комнате с золотом и сидеть не пускает к себе этого хозяина теней. А можем, кстати, стараться посоветоваться. Сейчас перемещение на путь к власти невозможно. Очень жаль. Можем карту открыть. Звучие пески. А вот, кстати, карта Авроры. Окей, ладно. Не будем терять времени, нам чего, Волтера спасать. Шурик? Воу-воу-воу. Что с ним только что было? Смотрите, кстати, какая странная тень. Ладно, не важно. Блин, не люблю пустыню. Откуда нам идти? А вот, светящийся след есть. Ну, уже стервятники, походу, летают над нами. Или как-то птицу называют, которая в пустыне-то обитает. Волтер. Я нужна помощь, пожалуйста! Я слабый, я не могу видеть! Помоги мне! Ты оборонил вашего пародия, чтобы умер. Я... Он называет тебя, когда дети распространены его сердце в небо. Это... Это ты? Что случилось? В этом мире есть часы. Мы будем смотать каждое лето, каждое последнее дыхание, из каждой последней мать! Поверь, мир не может принадлежать такому трусу, как ты. Это ты! Не раз даже не явился на честный бой. Не оставь нас! Не оставь нас здесь никогда и никогда и никогда! Ты пытаешься уходить, но ты сделаешь с садом! Один день, ты сломаешься между нашими ногами. Я должен узнать, как готовы ты. Поверь! Серьезно? Делись! Не держи твою мечту слишком крепко! Дай его respirать! Мы будем бороться с самого начала игры! Он бы не сделал ничего для тебя! Сейчас он кричит, вы украли лето, он поддает тебя! Он упланировал тебя! Он не смешит тебя! Он не смешит тебя! Он не смешит тебя! Продолжение следует... 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 Моя женщина и моего ребенка. И я стою здесь, потому что я не боюсь, что они присоединяются. Я извиняюсь. Вы можете читать их мемориалы, если захотите. Есть много других. На статуях, дворах, где любая мемория позволит себе жить. Так, секунду. Во-первых, у меня Джаспер в порядке. Это уже радует. Во-вторых, я хотел что-то сделать. А, вот, я хотел проверить свой статус. Дело в том, что перед тем, как начать эту серию, точнее, предыдущую серию, я сделал очень много плохих поступков в Альбионе, только для того, чтобы моя нравственность снизилась. Ну и, соответственно, мой молот и оружие в стиле с красным, я как бы был спокоен. Но сейчас моя нравственность опять повысилась. Причем так не слабо. Почему? Что я такого сделал? Хорошего то, что меня подняли нравственность. Это из-за того, что я Уолтера, что ли, спас? Или как? Ладно, это не столь важно. Задание. Прочитатель. В моей жизни. Я благодарен только, что вы не знали немного о хорроре, который прошел нашу городу, с детьми. Рейна и Бален. Вы всегда в моих думках. Всегда. Я буду с тобой снова. Рейна и Бален. Даже так. Понятно. Мы бы хотя бы людей с улицы брали. А то как-то это... Неправильно. Ладно, Кейлан. Мне нужны все твои люди, все твои деньги и все твое оружие. На дело революции. Теперь ты знаешь, что мы переживали. Но, как я уже говорил, ты не был первый улажен. Кто был другой? Его название Логан. Кейн из Албии. По-моему, что твоя большая брата всегда держит секрет. Он всегда ходит на экспедиции, помнишь? До около четырех лет назад. Он, тоже, встретил Краула. Он увидел все его солдаты убили в твое твое, и он почти смерть сам. Но он успел, благодаря нашу помощь. Он оставил с предупреждения, что он вернулся с армией, и спасает нас от Краула. Мы никогда его снова увидели. Кейн Логан не произошло это. Но он ничего не остановил это. Теперь я прошу, что ты делаешь то, что он не мог. Бен Финн говорит нам о твоей цель, о твоей революции. Орора. И позволяй ему стать настоящим частью твоего Краула. Не колония, не вещь, чтобы быть использована, но место, с голосом в твоем правде. Можешь, хочешь стать частью моей империи? Блин, ну конечно же мы должны дать обещания, без этого никак. И в принципе, знаете, обещаю. Сим, клянусь, восстановить Аврору и защитить ее жителей. У нас 10 миллионов золотых монет на руках. И я думаю, что этого более чем достаточно для того, чтобы восстановить Аврору. А может быть даже достаточно для того, чтобы не отказываться на ничего. Тараза. Тараза, мать твою за ногу, а? Мне есть о чем с тобой поговорить? У меня с этим много вопросов. Давай, женщина, рассказывай. Какого черта тут вообще происходит? Это не ужасное дело. Но ты будешь сильнее для этого. С Кейлин и Аврору на твоей стороне, ты наконец готовишь, чтобы встретить своего брата. У тебя и Валтер, чтобы собрать своих союзов и забрать Бауэрстон-кастель. А нельзя как-нибудь использовать твой шпиль, чтобы убить этого хозяина теней, а? Он же обладает вроде бы как огромной мощью. Почему бы нет? Вау. Это я, да? Да. Это я и сундучок, кстати, есть. Один, правда, какой-то. Заклинание Клинки. Заклинание Клинки вызывает, призывает магические мечи, пронзающие твоих врагов. Кстати, клевое заклинание, насколько я помню. Во втором фейбле можно было тоже призвать клинки, которые сражались на твоей стороне. И они сражались весьма-весьма неплохо. Надеюсь, что здесь тоже что-то похожее. Заклинание Клинки, да. Заклини. Окей. А там что? Два сундука? Три сундука. И замок Firefox, кстати. Окей. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, вопрос в большей части, конечно, риторический, но да ладно, может кто знает, может кто бросал, да? Да, остров, похоже, тут совсем мёртвый. Что? Что, мать твою, ты тут делаешь? Гномик, как ты вообще сюда добрался? Какой волной его сюда подбросило? 250 на метр. Слушай, ты, я не могу достать оружие? What the fuck? Серьёзно? Да, серьёзно, мы не можем достать оружие и его убить. Приятель, я тебя запомнил. Тебе жить осталось буквально пару дней, пока мы там пройдём революцию, и я с тобой вернусь. Ладно, знаете что, кстати говоря, революцию, наверное, мы проведём уже в следующей серии, потому что сегодня на этом всё. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. С вами, как обычно, был Кейн. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok